Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». С вами Мария Шматкова. Сегодня мы поговорим о миопии, о причинах развития, методах лечения и профилактики. Здравствуйте, Наталья Сергеевна! Расскажите, что такое миопия и почему она развивается у детей? Здравствуйте, Мария! Я очень рада, что мы встретились сегодня и с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Наталья Сергеевна, что такое миопия и почему она развивается? Миопия – это особенное зрение, при котором глаз человека плохо видит вдали и хорошо вблизи. Возможно, вам больше знакомо такое название этого заболевания, как близорукость. Наш глаз похож на шар. Если мы представим шарик, то наш глаз тоже так же выглядит, только это более сложная оптическая система. В глазу находится много линз, которые имеют разную преломляющую силу. Пожалуй, было бы уместнее сравнить наш глаз даже с фотоаппаратом. Только фотоаппарат проецирует свое изображение на пленку, а глаз – на сетчатку. И при определенных обстоятельствах глаз у детей начинает расти. Он вытягивается в размере, ну то есть вот этот шарик как бы надувается. И поэтому изображение проецируется уже не на сетчатку внутри глаза, а перед ней. И человек видит все предметы размытыми. То есть, которые находятся на каком-то расстоянии от него. Да, человек начинает видеть размыты те предметы, которые находятся вдали. Вот эта форма близорукости называется осевая близорукость. Этот тип близорукости возникает чаще всего у школьников в период активного роста глаза. Если вдруг какие-то механизмы запускают этот рост, и глаз растет больше, чем положено по возрасту. Вот с этим мы чаще всего сталкиваемся в настоящее время. Наталья Сергеевна, я сама являюсь мамой 9-летней дочери. И когда мы поступали в первый класс, из 30 человек нашего класса был всего лишь один ребенок, который носил очки. На сегодняшний момент прошло 3 года, и это уже больше половины класса, включая и мою дочь, носит очки. Вот как вы считаете, почему сегодня зрение наших детей так резко стало ухудшаться? Да, Мария, действительно, в последнее время увеличилось количество детей в начальной школе, которым требуется надевать очки с близорукостью. Появился даже такой термин нагрузочной близорукостью. Это связано с тем, что у детей выросла нагрузка на глаза. То есть школьная программа, мне бы, наверное, хотелось передать привет Министерству образования, она не соответствует такому неокрепшему еще органу зрения наших детей. Дети стали меньше гулять, они загружены секциями всевозможными. Ко мне приходят родители и говорят, что у нас нет возможности. Вот только школы, потом музыкальная школа, потом английский язык, драм-кружок, кружок по фото. Все за исключением прогулок, которые положены, необходимы просто нашим детям. Ну, то есть, если все-таки говорить о методах профилактики, да, про лечение мы поговорим чуть позже, вот если профилактика, то, наверное, одним из самых важных – это прогулки. Да. Проводились исследования неоднократные. Первыми их нам предоставили австралийские ученые, потом их подхватили британские и американские о том, что прогулки при дневном свете они и препятствуют возникновению близорукости, и тормозят ее развитие. Это вот самый доказанный способ на сегодняшний день. Дети должны гулять не менее двух часов. Я еще не встречала ни одного родителя, который сказал бы мне, что да, мы выполняем эти рекомендации, и наши дети два часа каждый день проводят на свежем воздухе. Наталья Сергеевна, какие существуют методы профилактики развития миопии, и как родителям остановить прогрессирование близорукости? Ну, это, конечно, охранный зрительный режим. Я бы посоветовала детям чередовать нагрузки зрительные и отдых. Ребенок непрерывно должен делать работу вблизи не больше, чем 30 минут. А дальше надо посмотреть вдаль, походить по комнате, разгрузить свои глаза. Это, конечно, правильное питание. Рацион детей должен содержать много продуктов с кальцием. То есть недостаточно один-два раза вывести ребенка на море, чтобы компенсировать... Нет, Мария, к сожалению, недостаточно. Нет, недостаточно. Нужно гулять каждый день полноценно, весело. Часто можно слышать такое выражение «очки костыли для глаз». И я знаю, что очень многие родители отказываются и до последнего тянуты, не подбирают очки для своих детей, считая, что это будет еще больше ухудшать их зрение. Вот как вы относитесь к этому высказыванию? Может быть, развеем мифы? Да, я слышала это выражение. Я даже не буду называть человека, профессора, который это выражение продвигал в массы. Конечно, никакого обоснования это высказывание не имеет за собой. Вот если знать физиологию глаза хоть немного. Очки, они просто помогают лучше видеть. Никак ношение очков, правильно подобранных, индивидуально подобранных, не способствует ухудшению зрения. Наоборот, на сегодняшний момент у нас существуют очки, которые помогают затормозить развитие близорукости, которые создают такое изображение на сетчатке глаза, что глаз останавливает свой рост. Это очки специальные и контактные линзы. Не надо этого бояться. Надо помогать своим детям. Ко мне приходят детки, которые видят по одной строчке каждым глазом. И вот родители, которые придерживаются этой позиции, что очки костыли для глаз, будет еще хуже, надевать не будем. Да, они не понимают, что просто создают для своего ребенка опасную ситуацию. Я на приеме подбирала очки детям. И видела, когда дети в оптике получали уже готовый продукт, надевали очки и радовались тому, какой мир вокруг. Все-таки вот для понимания, что видит ребенок, у которого поставлен диагноз миопия, и чего он не видит? Вот примерно, чтобы родители понимали, насколько ребенок обделен красотой этого мира. Ребенок, которому поставлен диагноз миопия, хорошо видит вблизи. Поэтому вообще дети так устроены, что они очень легко приспосабливаются ко всему. И многие родители не знают, не могут понять, что у его ребенка снижено зрение. Пока вот случайно на приеме у офтальмолога мы не понимаем, что ребенок не видит, к примеру, больше третьей строчки. А это всего лишь 30% из 100 зрения. Поэтому дети как-то подходят, они умеют даже не щуриться, ближе рассмотреть, или вот как-то привыкают к очертаниям. Ребенок не понимает, как он может видеть. К примеру, он не видит листья на дереве, а просто общий такой фон. Он не видит, что снег состоит из каких-то таких искрящихся снежинок, а просто видит белое пятно. Ну, видит и видит. Поэтому родители не придают этому значения. Но когда ребенок надевает очки, я еще раз повторюсь, мне одна мама после того, как мы подобрали очки ее ребенку, написала и говорит, что у меня сын надел очки, вышел и говорит, мама, боже, какие красивые листья на дереве. То есть, получается, родители сами своими руками не дают возможности детям полноценно видеть всю красоту мира, который находится вокруг. Конечно. Рассмотреть лица одноклассников, рассмотреть красивый снег, снежинки. Но потом, даже вот если мы отбросим эти моменты, связанные с красотой и эстетикой, да, романтизм, то мы можем подвергать наших детей опасности. Не увидеть машину, которая приближается, не увидеть какую-то яму впереди, опасный движущийся объект, собаку, которая бежит, да все что угодно. Поэтому я еще раз хочу сказать Марии, что ношение очков, правильно подобранных, оно никак не может ухудшить, простимулировать рост глаза, поспособствовать развитию близорукости в дальнейшем. Что должно насторожить родителей в поведении детей, чтобы они молниеносно записались на прием офтальмолога и не откладывали посещение этого специалиста? Я хочу сказать, что, конечно, важным в лечении любого заболевания является его профилактика. В первую очередь родитель должен раз в год обязательно показывать своего ребенка-офтальмологу. В дошкольном периоде мы можем выявлять тех детей, у которых повышены риски возникновения близорукости. Родитель никак не сможет заметить и оценить, что у ребенка есть предрасположенность к этому заболеванию. Беглая диспансеризация, когда просто пробежались по таблице, тоже не сможет это выявить. Поэтому нужно перед школой всем родителям привести своих детей на такой полноценный, хороший офтальмологический осмотр. Это не только проверка зрения. Это оценка конвергенции, как ребенок может удерживать взгляд при работе вблизи. Это оценка бинокулярного зрения, как ребенок двумя глазами может совмещать информацию, которую он видит в голове. И очень много факторов. Если ребенок начал щуриться, если ребенок стал ближе подходить, чтобы что-то рассмотреть, низкий наклон головы, это все моменты, которые должны насторожить родители. Кстати, если ребенок стал уставать, быстрая утомляемость ребенка при чтении тоже должна насторожить родители. И надо показать ребенку, что ему было. Это может вызывать миопию? Да. То есть, если ребенок жалуется на плохое самочувствие, на головные боли, быстро устает, то это тоже все может служить сигналом. Но если, может быть, родители сразу не догадаются пойти к офтальмологу, уж к врачу-педиатру они точно должны обратиться и понять, что же не так происходит с их ребенком. Да, вы знаете, вот есть такие дети, ну вот родители иногда называют их лентями. Детей не бывает ничего просто так. Если ребенок говорит, что я не хочу читать, или я почитал 15 минут и устал, или у меня буквы как-то сливаются, мне некомфортно, это все тоже повод пойти к офтальмологу. Потому что иногда вот эти жалобы, которые мы принимаем за желание побездельничать, они могут быть такими признаками серьезного заболевания офтальмологического. Наталья Сергеевна, какие на сегодняшний день существуют методы лечения такого заболевания, как миопия? Мария, если мы говорим об истевой миопии, когда произошел рост глаза, то вот здесь надо родителям психологически и вообще быть готовым к тому, что если глаз вырос, он назад уже не сдуется, не вернется. Но на сегодняшний день есть моменты, которые позволяют нам этот рост приостановить. Это правильно, адекватно подобранная коррекция. Существуют очки и контактные линзы, которые создают такой фокус на периферии сетчатки, который останавливает рост глаза. Но оптика сейчас не стоит на месте, их огромное количество, да? Да, ну и оптика, и капли существуют, которые влияют на склеру глаза и тормозится рост глаз. Ну и, конечно, такой режим труда и отдыха ребенка. Это тоже все очень важно. Здесь надо индивидуально учитывать все факторы. Ну и подходить целостность должна быть именно в решении этого вопроса. Да, конечно. Миопия вообще это такое полиэтилогическое заболевание. Это значит, на ее развитие влияет много факторов. Вот нет одного. Если раньше мы считали, что это генетика, такой основной фактор, и вот только у родителей близоруких могли быть близорукие дети, то сейчас ко мне приходят детки, у которых оба родители со стопроцентным зрением, у бабушки, у дедушки. У моей дочери та же самая ситуация. Ни я, ни ее отец, ни нашей бабушки, дедушки ни у кого не было близорукости. И никто никогда не носил очки. Но, тем не менее, у нее в 9 лет был поставлен такой диагноз. Мария, вот диагноз близорукость, да, он поставлен. Ну, есть близорукость. Наша основная задача сделать так, чтобы на выходе из школы у ребенка была близорукость не минус 5, а минус 2. Все-таки это значительно облегчает жизнь. И вот в этом офтальмологи могут помочь. Ну, и должны помогать, безусловно. Но при условии, что родители обращаются за помощью к специалисту, они идут просто в магазин, покупают первые попавшиеся очки, абсолютно не исследовав досконально глазки своего ребенка. Да, близорукость – это наша такая расплата, за научно-технический прогресс. Электронные устройства, электронные доски. К сожалению, мы с этим уже ничего не поделаем. Мир не стоит на месте. Работа современного человека, она в основном происходит на близком расстоянии, что не совсем физиологично для глаз. Когда создавался человек, Господь думал, что мы будем гулять больше вдаль, смотреть, охотиться. Но, к сожалению, мы сейчас используем глаза вот так, как приходится в современном мире. Но нужно обращаться к устройствам, которые нам могут помочь разгружать наши глаза. Обращаться к специалистам и помогать нашим детям. К офтальмологам. Я слышала, что есть жесткие линзы, которые практически 100% восстанавливают зрение ровно на сутки. Вот как вы к ним относитесь и не опасны ли они для наших детей? Да, есть такие линзы. Эти линзы не просто возвращают на целый день зрение ребенку, они еще и тормозят рост глаза, то есть тормозят близорукость. Как раз об этих линзах я говорила, когда перечисляла, что есть методы, которые позволяют... Не опасны, но вот просто слово жесткие, как-то вот, ну, по крайней мере, меня, как родителя, оно настораживает. Страшное слово, согласно с вами. Жесткие на глаз еще и на ночь. Нет, эти линзы не опасны, если вы будете правильно соблюдать режим их ношения. Существуют помимо жестких линз еще и дневные мультифокальные линзы, и очковые линзы, которые вот тоже тормозят рост глаза. Здесь надо смотреть индивидуально, что подойдет конкретно каждому ребенку. Ну, получается, технический прогресс с одной стороны ухудшает зрение, а с другой стороны придумают все новые и новые методы для того, чтобы это зрение восстанавливать и как можно комфортнее делать жизнь таких малышей. Да, конечно, Мария, не только малышей, но и подростков и взрослых людей. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова